Только попробуйте крышевать. Президент пригрозил чиновникам увольнением. Госантимонополия требует от поставщиков снизить цены на сахар. Рост COVID-19. В Кыргызстане медики советуют соблюдать масочный режим. Все самые главные новости дня в влоге. Кстати, прямо сейчас. Сегодня проходит заседание Кабинета министров под представительством президента Сады Раджапарова. Он отметил, что выросли поступления в налоговой и таможенной сферах. По словам главы государства, этот результат внедрения электронной системы, ожесточенной борьбы с контрабандой и коррупцией. Да ладно! Мы полностью истребляем такое понятие, как крыша. Уважаемые министры, руководители регионов, предупреждаю, если кто-то из вас будет кого-либо крышевать, вмешиваться в какие-то мутные дела или будете вести подрывные действия против государства, несмотря на ваши заслуги, будем принимать жесткие меры. В нашей стране ничего не скроешь, у нас открытое общество. Если даже попытаетесь закрыть рот фискалом, то народ сам расследует и раскроет ваше лицо, предупредил Сады Раджапаров. Служба антимонопольного регулирования рекомендует поставщикам сахара в республике снизить цены. Об этом сообщили в ведомстве. Вот теперь заживем. Кроме того, предложено заключить соглашение между антимонопольной службой, Минсельхозом, крупными торговыми сетями и поставщиками сахара об обеспечении населения республики продуктом по социальной стоимости. Принято решение усилить мониторинг за ценами на сахар на местах и проводить разъяснительную работу с продавцами оптово-розничного и розничного сегментов. Ладно, неплохо. Напомним, ранее Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз экспорт сахара, сахарного песка и сахаросырца тростникового с территории страны сроком на 6 месяцев. Постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности республики и сдержания цен на рынке сахара. С инициативой запрета выступил министр сельского хозяйства. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом кыргызстанцам советуют соблюдать масочный режим. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. По словам медиков, в местах общественного скопления людей необходимо носить маски. Что? Опять? Если человек заботится о своем здоровье, то обязательно должен соблюдать эту рекомендацию. Тем более, очень много легких случаев и бессимптомных форм COVID-19, отметили в департаменте. Накануне зарегистрировали 39 случаев COVID-19. Пять больных госпитализировали. Большинство заболеваний выявлено в Бишкеке и Чуйской области. Пока все области республики находятся в зеленой зоне, но эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составило более одного, что говорит о начале подъема заболеваемости. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет как всегда кстати.